Обычной нижегородской семье пришлось выступить в роли спасателей. Лесной зверь в городских джунглях едва не погиб под колесами автомобиля. Непонятно откуда взявшуюся куницу сбила машина на Окском съезде. Увидев умирающие на дороге животные, семья остановилась, подобрала и принесла домой. Вот такая красота. Чуть живой был. За три дня прямо ожил. Вообще не ходил, что я лежал. Вот смотрите, смотрим на дороге, что-то кружится. Оказалось, красота такая. Супруга поймала его. Он не бегал, понимаете, он как-то на боку крутился вокруг своей оси. Наверное, хотел трассу перейти. Ну, машиной, наверное, стукнули. Ну, хищник есть хищник. Да поставь, я подержу, короче. Подержи, а то... Там все-таки под наблюдением. Пока ехали, он ожил уж. Он курочку сегодня поел. Первую, правда, из рук, а вторую уже из мисочки попил. У животного была высокая температура, провели диагностику, обнаружили контузию внутренних органов. Ну, ушиб. То есть ничего серьезного, незначительные неврологические повреждения. Оказали первую помощь. Ну, сейчас ему нужно еще 3-5 дней для стабилизации состояния, и потом уже нужно будет его куда-то пристраивать. Почти неделю животное прожило в квартире своих спасителей. И сейчас, когда куница почти здорова, встал вопрос, что с ней делать дальше. Было решено, что период реабилитации пройдет быстрее в привычной средеобитании, но под присмотром. Поэтому лесного жителя отвезли в Кержинский заповедник. Если здоровый, то сверху можно выпустить. Сейчас неделю минимум надо его здесь подержать, посмотреть. Тем более, что он сейчас поездку такую перенес, да, это все равно для него стресс. Тогда можно будет его выпустить в лес, тем более, что куница на территории Кержинского заповедника встречается. То есть он там будет не один. Но если окажется, что он в природе в дикой самостоятельно жить не сможет, тогда придется оборудовать для него уже специальную вольеру сетками, ставить его на довольствие. Потому что это хищник, и все-таки он питается мясом, которое денег стоит.